Владимир Путин сегодня утром в Волгограде провел совещание по борьбе с терроризмом, выслушал доклады глав ФСБ и МВД, губернатора региона и министра здравоохранения. Затем, уже после заседания, навестил в больнице пострадавших и возложил цветы к месту одного из взрывов. Подробнее Евгений Подубный. Самолет главы государства приземлился в аэропорту Волгограда несколько часов назад. Там президента встречали руководители силовых ведомств. Это директор ФСБ Александр Бортников, глава МВД России Владимир Колокольцев. Также там присутствовали министр здравоохранения и губернатор Волгоградской области. Сразу после прилета Владимир Путин направился в здание администрации Волгоградской области, где провел совещание, которое было посвящено вопросам борьбы с терроризмом. Там, помимо федеральных чиновников, также принимали участие региональные руководители силовых структур, руководитель управления ФСБ и МВД по Волгоградской области. Владимир Путин в своем вступительном слове сразу дал понять, что на совещании будет обсуждаться и ситуация в Волгограде. Я напомню, что в результате двух терактов здесь погибло 34 человека, и около 100 человек получили различные травмы, так и вопросы безопасности страны в целом. Вот что заявил президент в начале совещания. Мерзость преступления, которое совершено, и преступлений, которые совершены здесь, в Волгограде, не нуждаются в дополнительных комментариях. Чем бы не мотивировали свои действия преступники, нет никакого оправдания в совершении преступлений против гражданских лиц, особенно против женщин и детей. Обращаю ваше внимание на то, что российские спецподразделения при проведении специальных операций делают всё для того, чтобы обеспечить безопасность именно гражданских лиц, и прежде всего детей и женщин. Здесь же всё наоборот. Поэтому мы сегодня давайте не об этом будем говорить, а поговорим о том, что делается здесь, и потом по всей стране для обеспечения безопасности граждан, как проводятся и организованы меры по дополнительным усилиям правоохранительных органов и специальных служб. И, ну, начнём мы с доклада губернатора, который доложит о работе с семьями погибших, о том, что делается для того, чтобы прежде всего этих людей поддержать. И, конечно, прошу вас доложить о показании помощи и поддержки всем пострадавшим. В этом же ключе хотел бы послушать доклады министра здравоохранения, как организована работа в местных клиниках и в центральных московских лечебных заведениях. После этого заслушаем доклады начальника УФСБ и начальника ГУВД по выполнению тех указаний, которые были даны по линии правоохранительных служб и специальных подразделений. Затем попрошу остаться директора ФСБ и министра внутренних дел поговорим с вами втроём уже о мирах, которые вами предпринимаются по повышению безопасности на всей территории Российской Федерации, имея в виду те события, которые произошли здесь, в Волгограде. После того, как совещание завершилось, Владимир Путин в сопровождении министра здравоохранения и губернатора Волгоградской области направился к месту второго теракта. Я напомню, что в понедельник в минувший террорист привел действие взрывного устройства в троллейбусе. Вот там Владимир Путин возложил цветы к месту трагедии. После чего президент направился в 25-ю городскую больницу, где встретился с пострадавшими в результате двух террористических актов. Главный врач больницы Александр Попов доложил президенту о состоянии людей, которые находятся в медицинском учреждении, после чего глава государства пообщался с пострадавшими и поздравил их с Новым годом. Да, я знаю, чтобы все поправились. Волгоградцы в сильный дух, их просто так не сломить. Я думаю, что все будет нормально. Главный врач 25-й городской больницы сообщил главе государства, что в основном пациенты доставлены в больницу с баротравмами и минно-взрывными травмами. Сейчас их состояние здоровья стабильное. Все городские службы Волгограда, начиная с сегодняшнего дня и до окончания выходной недели, работают в круглосуточном режиме. Усилена охрана объектов ЖКХ и ВДКанала. Проводятся проверки чердаков и подвалов. За ситуацией в Волгограде уже три дня, начиная с минувшего понедельника, следит наш корреспондент Николай Соколов. И сейчас он на прямой связи со студией. Николай, здравствуйте. Как в Волгограде встретили Новый год? Какая обстановка в городе сегодня? Какое настроение у горожан? Здравствуйте, Марат. Конечно, говорить о том, что настроение праздничное, наверное, было бы бессмысленно. Наша съемочная группа сегодня эту ночь тоже решила встретить, конечно, не по-новогоднему, а встретить ее в больнице номер 25, скорой медицинской помощи вместе с пострадавшими. Оказалось, что многие врачи, представители власти, и, конечно, журналисты, в том числе мы, решили прийти в больницу, чтобы поздравить пострадавших, которые некоторые уже идут на поправку. Естественно, эти люди в новогоднюю ночь смотрели бой курантов, смотрели телевизор, загадывали одно единственное желание для всех. Кто-то загадывал, конечно, не только здоровье, но и чтобы таких событий больше в городе не было. Но вот когда мы снимали, то в одну из палат мы увидели пострадавшего Сергея Цибизова. И оказалось, что он пришел в себя, и вот он пострадал во время второго теракта в троллейбусе на улице Каченцев. И вот мужчина рассказал о том, что в больницу его доставила девушка молодая, которая в то утро во время теракта просто проезжала мимо. Он не помнит ни марки ее автомобиля, он не помнит, как она выглядела, но в новогоднюю ночь он мечтал лично поздравить ее через нашу телекамеру. Я предлагаю послушать его комментарий. В этот Новый год жители Волгограда буквально объединились все вместе. В городе не было заметно больших празднеств. Многие просто тихо приходили к главной елке. Причем это, скорее всего, было похоже даже на памятные мероприятия, потому как главная городская елка находится примерно в километре от здания железнодорожного вокзала, где прогремел первый взрыв. И вот нужно сказать, что сегодня ночью, конечно, не спали не только жители города, но и врачи во всех больницах, которые... Вот врачи продолжали бороться за жизни пострадавших. И, конечно, сами присутствовали во время курантов у телевизора вместе с пострадавшими. Предлагаю послушать комментарий заведующей медицинской части одной из больниц. Вечером сделали обход всем тяжелобольным. Поздравили, вручили подарки дополнительно от нашего коллектива. Пожелали здоровья, бодрости, духа. Скажите, это правда, что у них одно единственное желание? Да. А какое? Чтобы больше такое не повторилось. Ну и сейчас до сих пор жители Волгограда продолжают приходить к местам взрывов, чтобы почтить память погибших. Вот позади меня находится здание железнодорожного вокзала. Здесь прогремел первый взрыв. Как видно, люди все идут, идут семьями, приносят цветы. Но и нужно сказать последней информацией, что здание вокзала разработало практически в штатном режиме. Поезда отправляются. Единственное, что не работает верхний этаж, то самое место, где прогремел взрыв. Сейчас там до сих пор продолжаются аварийно-восстановительные работы. Но при этом в целом уже работа вокзала налажена. Территория у вокзала, оцепление с нее снято. Единственное, что здесь продолжают усиленно дежурить не только сотрудники полиции, но и представители внутренних войск. Тщательный досмотр. И вот нужно сказать, что даже нас, сочиненная группа, сегодня так же, вот когда проходили здание вокзала, подвергались тщательному досмотру. То есть здесь до сих пор повышенные меры безопасности. Но по последним данным, вот очень важная информация. Буквально в течение нескольких часов решится уже вопрос, вернее он решен. А скорее всего уже наступит госпитализация пострадавших двух девочек. Напомню, что именно две девочки, одна четырех месяцев, другая девятилетняя девочка, они будут доставлены в Москву, в столичные клиники. Связано это отнюдь не с тем, что местные медики не могут оказать необходимую помощь. Просто в столичных клиниках есть специальные детские отделения, которые вот скорее всего смогут оказать самую современную помощь, потому как там имеется специальное оборудование. И вот сейчас специальные борты готовятся для эвакуации этих детей. Предлагаю вообще послушать последний комментарий министра здравоохранения Волгоградской области, которого мы записали буквально несколько минут назад. На сегодняшнее утро мы оцениваем 108 пострадавших, поскольку за вчерашний день обратилось еще два человека в интервале с 12 до 18 часов. Это люди, обратившиеся в областную клиническую больницу. Состояние их удовлетворительное. Кроме того, на сегодняшний день решается вопрос о эвакуации двух девочек трех месяцев и девяти лет. Ну вот что касается последних данных по обстановке в городе, то в целом она считается спокойной, но немного напряженной. Люди все равно еще, конечно, напуганы. Что касается общественного транспорта, то он заработал в штатном режиме. И вот как видно, даже остановка общественного транспорта у здания главного железнодорожного вокзала также заработала. Маршрутные такси, автобусы сюда приезжают. И таким образом Волгоград постепенно возвращается к привычному ритму жизни. Марат. Николай, спасибо. На прямой связи из Волгограда был Николай Яковлев. И вот сообщение Тартас, которое только что пришло. Самолет федерального медико-биологического агентства приземлился в Волгоградском аэропорту. На его борту находятся столичные медики, которые обеспечат транспортировку двух пострадавших в терактах детей. В ближайшие часы в Москву будут отправлены для дальнейшего лечения девятилетняя девочка, раненая при взрыве на железнодорожном вокзале. И трехмесячная малышка, тяжело пострадавшая при теракте в троллейбусе. Оба ребенка находятся сейчас в Волгоградской больнице номер 7. Продолжение следует...